Привет, коллеги! На рынке со вчерашнего дня ничего особенно не поменялось, а на улице солнце, на подоконнике греется кошка, при этом за окном минус 8, и, по-моему, самое время поговорить о чем-то столь же противоречивым, например, о методах, как добиться роста российской экономики. И как раз об этом и поспорили Алексей Кудрин и Максим Орешкин на форуме «Россия зовет», и, можно сказать, сцепились они в диалоге из-за российского бюджета и из-за методов работы. Максим Орешкин, как вы знаете, до этого публично вел спор с председателем ЦБ Элирой Набиульной, и вот здесь мы видим, что он как бы слегка пошел в свои речи на мировую, сказав, что очевидно в этом году проблема то, что темпы экономического роста недостаточны и остаются ниже среднемировых, и ЦБ на нее реагирует. Все последние действия ЦБ, сказал Орешкин, именно на это нацелено, то есть он, наверное, имел в виду, безусловно, то, что ЦБ продолжает снижать процентные ставки в течение этого года. Например, Орешкин заметил, что инфляция в этом году будет ближе к 3%, и правительству, и ЦБ нужно координировать свои действия для поддержки совокупного спроса и соответствующей инфляции в России. Соответственно, это глава счетной палаты, ну, ранее, собственно говоря, глава Минфина в свое время, Алексей Кудрин, заметил, что по оценкам счетной палаты, власти не смогут до конца года потратить запланированные почти триллионы рублей, которые уже были заложены на эти цели в федеральном бюджете, и что ежегодно сумма вот таких неизрасходованных денег растет. В 2016 году она составляла где-то 220 миллиардов рублей по оценке счетной палаты, в 2018 году уже 778 миллиардов, соответственно, в 2019 еще больше. Максим Малишкин позднее возразил, что на самом деле те деньги вот 2018 года, те 778 миллиардов, они были израсходованы в начале 2019, соответственно, речь идет о переносе, а не о том, что правительство как-то искусственно тормозит процесс, а также, что все это связано с необходимостью более жесткого подхода к расходованию средств, ну, то есть, чтобы фактически они не были бы разбазарены зря, что, пожалуйста, сказал Малишкин, мы можем, конечно, до конца года быстренько и триллион этот израсходовать, но будет ли это эффективно? Ну, здесь с ним, безусловно, можно согласиться. Тем не менее, позиция крайне интересная, сказать, обеих сторон, так как, вот, собственно говоря, цитирую Кудрина, Кудрина, я не знаю государства, которое бы из-за технических проблем не выполнило планы по расходам на 16 миллиардов долларов. Какие дебаты идут в парламенте Германии по поводу 100 миллионов евро, а мы вот не можем потратить на 16 миллиардов долларов. И предупредил, что запланированные строго по срокам мероприятия, заложенные в госпрограммах, то есть в нацпроектах, просто не будут выполнены в этом случае вовремя. Качество госуправления стало серьезным барьером для роста эффективности экономики, заключает Кудрин. Ну, свою небольшую шпильку здесь вставил, на мой взгляд, крайне удачно и Андрей Костин, глава ВТБ. По его словам, раньше-то от Кудрина, когда он был министром финансов, и копейки было не допроситься, а теперь он выступает за более смелое исполнение бюджета. Что я по поводу всего этого думаю, как человек, неравнодушный к процессу, безусловно, может быть, не владеющий всем тем объемом информации, которым владеет правительство, и тем не менее. На мой взгляд, правы оба. И Орешкин и Кудрин, но правы по-своему, и правы совершенно, по сути, абстрактно. Потому как-то правы безысходно. Вот так, как бывает, знаете, правоизвестный персонаж из байки, который в ответ на громкий вопль, где я, раздающийся из корзины воздушного шара, Земли кричит пилоту туда, в корзину, «Ты летишь на воздушном шаре!» Вот примерно такой констатацией факта они заняты, вместо того, чтобы дать какие-то конкретные ориентиры на местности. Потому что Орешкин, безусловно, пытается сейчас скруглить углы в отношениях с ЦБ, который сам же заострил ранее, действительно признавая, что ЦБ делал весь год деньги доступнее. До этого Орешкин пенял ЦБ на тот факт, что они делают слишком доступными кредиты, из-за этого может надуться пузырь, и это вызовет замедление экономики. То есть он как бы подстилал заранее соломку, что если что-то не получится с экономическим ростом, то как бы указывая, кто виноват. Соответственно, Набиуллина отвечала, что если какой-то рост вообще и есть за последние пару лет, то он идет исключительно за счет сферы потребительских кредитов, без этого у населения денег достаточных нет, и спрос просто подавлен. Соответственно, вот ЦБ ввел в действие все стимулы, какие он только сейчас мог в рамках своих полномочий за этот год. На мой взгляд, действовал очень четко, продуманно, и главе Минэкономразвития просто ничего не остается другого, как только это признать. Потому что саму крыть за отсутствие внятного экономического роста в стране ведомству Орешкина говорится нечем. И Минэку, чтобы координировать вообще как-то с ЦБ свои действия, что предлагает Орешкин, на мой взгляд, надо вообще для начала хотя бы какие-то эти действия начать предпринимать в достаточных количествах, чего сегодня, судя по итогам и результатам, по неосвоенным как минимум сотням миллиардов, как ни считай, на нацпроекты, похоже, этого сегодня не происходит. На что, собственно говоря, Орешкину и указал, вполне, на мой взгляд, указал по делу, куда более опытный Алексей Кудрин. Штука-то в том, что и огромный профессиональный опыт главы счетной палаты, в прошлом главы Минфина Алексея Кудрина, он простирает немного в другую сферу. Потому что конек Кудрина всю жизнь, сколько мы его знаем, это бюджетная экономия как раз, это накопление резервов, это эффективное управление этими резервами, чего, как бы, не скажешь о сфере стимулирования роста, методов достижения прорывов. В этом, кажется, не сильны пока они оба. И поставь Кудрина завтра на место Орешкина со всей его справедливой критикой далеко не факт, что он не просто в сжатые сроки как-нибудь-то сводит этот триллион, отдачу, от которого потом не соберешь по кусочкам, а что он реально добьется отложений ожидаемой высокой экономической эффективности. Собственно говоря, в недостаток-то ноу-хау по воплощению у нас проектов, в недостаток прорывных идей упирается, и весь аппарат правительства здесь сложно переходить на личности, да и не нужно, наверное. Логично, что правительство, не видя таких идей, не может полностью в этом признаться, но и не желает выбрасывать деньги просто на ветер. Поэтому до последнего буквально по каждому пункту идет согласование любой статьи расхода, смотрят, действительно ли вот эти выделенные средства пойдут каким-то целевым путем хоть куда-то. На мой взгляд, что нужно действительно, нужен некий специалист по прорывам. Вот его сейчас, этого специалиста, не видно. Возможно, что он есть, но находится где-то в тени, когда требуется действительно нестандартное решение. Государство должно стать своего рода венчурным инвестором для экономики. То есть не просто, так сказать, некие вдохновляющие эти произносители, даже не просто инфраструктурой заниматься. Потому что, ну вот, если бы, представьте себе, в 20-е годы раздавало бы в свое время советское правительство просто кредиты, да, и ждало бы, пока Непманы сами построят Дни Прогресс, Магнитку, сработало бы это, да. В наше же время нужно не только в инфраструктурные проекты вкладываться таким путем, но нужны и соинвестиции государства, внятные в технологические прорывные проекты. Одновременно, одновременно выступая вот такого рода венчурным инвестором, если уж государство собирает дополнительные деньги за счет, там, РУСТа НДС, еще какого-то более успешного сбора налогов, то вот тогда есть смысл, чтобы государство этими же деньгами делилось не в рамках только кредитов, а вкладываясь, получая долю в проектов. Чтобы не потом получилось, постфактум, что мы видим, как хорошо работает Яндекс, и хотим там половину, да, этот Яндекс нужно создавать, как в известном фильме, да, «Москва слезам не верит», чтобы стать женой генерала, нужно выйти замуж за лейтенанта, покататься с ним по гарнизонам, ну и так далее. Вот, на мой взгляд, этой части не хватает. Ну и плюс, конечно же, нужна очень сильная правовая база против рейдерства. Я считаю, что максимально за последние дни из тех, кто высказался, максимально в точку высказался помощник президента Андрея Белоусов, который сказал, что три направления в первую очередь нужны. Это большая доступность, еще большая доступность заемных кредитных средств, то есть он даже упомянул возможность снижения процентной ставки ЦБ, ну скажем, до 5%, то есть вот с нынешних 6,5%, еще снижать надо, благо, что действительно инфляция сейчас не раскручивается, да, и можно этим моментом пользоваться. Второй момент, который отметил Белоусов, это то, что нужно инвестиционный климат создавать, защищая предприятия, компании от излишней, так сказать, неправовой активности правоохранительных органов. Ну, может быть, я не точно цитирую, но смысл был именно такой, чтобы силовые структуры не участвовали в перераспределении собственности, да, и третий момент, это профобучение сильное. Вот, в общем-то, все эти два особенных последних пути, да, они отличаются тем, что речь Андрея Белоусов ведет о вещах, которые действительно нужно делать специально, то есть не ждать, когда вот из текущего болота как-то сами собой заведутся лягушки, потом, может быть, и цапли, и вся остальная живность, да, что нужно как-то специально насаждать, вот где-то это болото осушать по меткому выражению Трампа, пусть это и предвыборный лозунг, но что действительно нужны какие-то меры, добро нужно делать специально. Правительство должно быть деятельным организатором применения всех этих прорывных технологий, а не просто идейно-вдохновителем процесса, который, что-то говоря, продолжает при этом держать бизнес под неослабевающим налоговым регуляторным прессом. Возможно, пригодились бы советники, скажем, из азиатских тигров, то есть из государств Юго-Восточной Азии, которые как раз сталкивались с проблемой именно достижения прорыва на фоне достаточно невысокой базы развития. И десятилетия назад до этого они прошли до нас похожий путь. Может быть, привлечь кого-то из этих людей также в помощь было бы полезно, тем более, что контакты между Россией и странами Азии сейчас налажены максимально. Естественно, нет одинаковых рецептов, но что-то может действительно сгодиться. Сгодится, посмотрите, какие до сих пор хорошие темпы роста в Малайзии, в Индонезии, в Таиланде. Я уже не говорю про Китай, который у всех на слуху. Может быть, какие-то рецепты именно по созданию не просто бизнес-инкубаторов, а настоящих совместных проектов по соинвестированию, по снятию всех барьеров, обнуления вообще налогов и сборов для всех стартапов, по элементам планирования, то есть по целенаправленным мерам поддержки, адресным мерам для действительно, так сказать, прорывных проектов, которые обещают либо внедрение каких-то интересных технологий, обещают экспортные возможности. Все что угодно здесь может быть. И даже то, что нынче говорят о переработке пластика, например, давайте запретим пластик, что будут делать те заводы, которые его производят. Но почему бы не подумать даже там о внедрении, не моментальном, конечно же, за несколько лет технологии, которые создавали бы действительно производство перерабатываемых упаковок. И здесь масса сейчас есть современных биотехнологий, все что угодно. Это могло бы быть не затратным проектом в итоге, а это могло бы даже создать некий экспортный потенциал. То есть это могло бы тоже стать... Даже такие вещи, я просто в пример привожу, которые кажутся, вот это точно право, там только денег потратить. Даже это может быть востребовано впоследствии нашими соседями ближайшими. Если технологии при этом по эффективности производства, по низкой себестоимости его, по выхлопу это опередит некие проекты аналогичные в других странах, которые, может быть, тоже этим параллельно занимаются. В общем, идей может быть много, я просто попытался как-то резюмировать те мысли, которые пришли в голову по прослушиванию всего, прозвучавшего за последние дни вокруг формы. Россия зовет и высказанного в прессе официальными лицами, экспертами. Не претендую на то, что я какую-то абсолютную истину высказал ни в коем случае. Это в порядке такого же мнения, одного из мнений. И я вообще мало люблю критиковать в чем-либо. Власть критикует, как правило, люди, которые сами, в общем, если посади их на то же место, не знают, что с этим делать. Интересно именно разобраться вместе всегда и придумать рецепты. Все мы болеем в итоге за то, чтобы в нашей стране все было как-то иначе и более динамично, и чтобы Россия стала действительно современным. Не просто государством, но и современной экономикой. Всех благ, друзья. Если у вас есть какие-то интересные мысли, просьба также высказывать их под видео в комментариях.